Всем привет! Вы смотрите видео новости недели Гоха Уикли. Продолжается хэллоуинский движняк, все больше игровых компаний присоединяется к праздничной лихорадке. Но нас так просто не проведешь. Мы следим не только за тем, кто кому дал в тыкву, но и за самым важным. Как всегда, поехали посмотрим. Первой сегодня выступает Тера, в которой с 17 октября до 5 ноября идет ивент с милым названием Кровавый банкет. В рамках этого задорного мероприятия игрокам нужно будет разворошить в ампирье гнездо. И если это получится, то в награду можно получить танцевальные бомбы и питомцев. Вторая часть банкета — не дать обуть себя на сладости. Защищать богатство нужно при помощи гигантской пушки. В награду — специальные конфеты, которые можно поменять на разные призы. Внезапно напомнила о себе MMORPG The Secret World. Ее разработчики решили внести изменения в систему умений. В игре появится аугмент-система, которая поможет наладить это поэффективней. В The Secret World у игрока 8 активных и 8 пассивных умений. Так вот, аугмент-система поделит скиллы на 4 категории — урон, поддержка, исцеление и выживаемость. И в каждое умение можно будет вставить аугмент, чтобы его каким-то образом поменять. Кроме аугментов, фанкомм давно готовит ишью номер 8. Деталей по нему пока нет, зато есть интересная картинка. Ждем подробностей. Полным ходом идет закрытое бета-тестирование сэндвокса Black Desert. И для всех желающих на нашем фан-сайте Black Desert Online мы организовали уютненькую атмосферу ЗБТ. Наши камрады стараются показать все, что можно посмотреть в рамках тестирования. Тут вам и осады, и производство, и прокачка. Кстати, обратите внимание, что вместе с зондир-командой GoHaru активно приносит информацию и наши пользователи. А кроме того, появились слухи о том, что на прошлой неделе разработчики Black Desert Online прилетали в Москву и встречались с кем-то из российских издателей. Разумеется, с кем была встреча и к чему она привела, никто не расскажет. Но факт таких известий говорит о том, что Pearl Abyss не списывает со счетов российскую аудиторию, а совсем наоборот. Очередной раз Lineage 2 намекает, что разговоры о ее гибели и нерентабельности ведутся зазря. Для североамериканского региона анонсировали следующее дополнение, которое называется Valience – Доблесть. Обновка обещает переработку старых скиллов и добавление новых, плюс переделку всего хеллбаунда. И еще плюс, большой плюс – вернут некоторых старых боссов. Насчет каких-то скриншотов или видео пока не густо. Работает официальная тизер-страничка, на которой, правда, особо не на что смотреть. Но вроде как релиз даже в этом году, так что скоро наверняка должно появиться что-то посущественней. Отдельной новости достойно новое видео от студии ZeniMax Online. В нем показывают систему создания персонажей в MMORPG The Elder Scrolls Online. Богатый редактор персонажей, похоже, не уступает скайримовскому по вариантам кастомизации. Разработчики отмечают, что для игроков всегда важно быть непохожими на других персонажей и показывают возможности игры в этом плане во всей красе. В MMORPG Final Fantasy Realm Reborn идет подготовка к выпуску первого большого обновления. По словам разработчиков, обновление можно будет разделить на три части. Во-первых, новинки для любителей соло-игры. Будут новые ежедневные квесты, охоты за сокровищами и упрощенное получение Elegant Tom Stones. Во-вторых, обновят пользовательские интерфейсы, улучшат работу с предметами. И, в-третьих, для самых искушенных появится салон для кастомизации персонажей и добавится функция поиска группы для отдельных миров. Ну, у кого Хэллоуин, у кого обновки, а кто приглашает вернуться в игру? Например, тем, кто больше двух месяцев почему-то не играл в Dust 514, предлагают возвратиться и получить по сотне боевых костюмов Black Eagle Scout Drop Suite. Впрочем, продлился аттракцион невиданной щедрости не очень долго — до 23 октября. Получшие дела у EVE Online. На мероприятии EVE Vegas, о котором мы уже рассказывали, разработчики анонсировали новый тип ПВЕ-контента. Он появится в обновлении Rubicon и называется «Призрачные сайты». Это редкий тип космических аномалий, которые будут появляться по всему космосу. Чтобы их проходить, придется уметь все исследовать, взламывать и драться. Кстати, «Призрачные сайты» — первый ПВЕ-контент, который появится в игре со времен ввода вторжений. Что можно вытащить из встречи с космоаномалией? Чертежи для производства новых имплантов, увеличивающих скорость варпа. Эти импланты станут первыми, которые игроки смогут изготавливать самостоятельно. Ну и какой Хэллоуин без ухтышки и какая ухтышка без Хэллоуина? В World of Warcraft, в Азероте, вовсю отмечают буржуйский праздник, который в Русекторе, ничтоже сумняшся, обозвали тык Вовин. В программе традиционные народные гуляния, сражения с всадником без головы, тематические маскарады и, конечно, обожарашеньки конфетками. Для призывателей у нас сегодня две отличные новости. Третий сезон League of Legends закончится не 31 октября, а 12 ноября. Именно тогда аннулируются результаты этого сезона, а игроки получат заслуженные ништяки. Кстати, это не первый случай, когда закрытие сезона откладывается, но всякий раз игровое сообщество воспринимает такие новости не то чтобы без ропота, а даже с радостью, ведь каждый новый сезон — это обновление, новые чампы и скины. Так что доигрываем и ждем приятных известий. И вторая приятная новость для лолеров. Готовится к добавлению в игру конструктор команды. Наконец, не придется ругаться, кто на мид, а кто в джангл. Новый конструктор позволит встать на очередь на игру, заранее выбрав свою роль в команде. И еще на прошлой неделе игровой гигант Blizzard напомнила о своей новой мобо-игре. Проект под названием Blizzard All Stars торжественно переименовали в Heroes of the Storm. Эта игра была задумана как модификация для StarCraft 2, и, вероятно, мы ее увидим на Близконе 2013. Дата релиза, конечно, пока не названа. Ubisoft в начале прошлой недели сделала рокировку в датах релиза своих потенциальных хитов. Watch Dogs вместо этой осени выйдет весной 2014, а The Crew — осенью, то есть почти через год. Причина передвижек вполне логична — не хотят выводить на рынок недоработанную игру. Конечно, дело не только в этом. Вряд ли темная лошадка Watch Dogs выстрелит на волне всеобщего экстаза в GTA V и GTA Online. Так что продолжаем исследовать Лос-Антос, времени у нас побольше. Продолжают радовать новостями и разработчики стелс-экшена Thief. Во время одной из сессий «Вопрос-ответ» ведущий дизайнер проекта рассказал, что в игре не будет системы получения опыта за убийство. Игроки будут получать награду только за достижение целей, то есть когда чья-то собственность попадет в руки мастера Гаррета. Причем неважно, спалитесь вы при этом или нет. Кроме того, разработчики утверждают, что игру можно будет пройти не только без убийств, но и без траты золота. Среди мобильных новинок в App Store и в Google Play можно теперь займеть игрушку D&D Arena of War. Действия игры проходят в хорошо известной игровой вселенной Forgotten Realms, где игроки будут выполнять разнообразные задания, посещая знакомые локации. Интересная боевая система, интересная прокачка и система выбора. Игра распространяется по системе Free-to-Play. Счастливые, ну или кто как, обладатели восьмой версии Windows на прошлой неделе имели счастье обновиться до версии 8.1. Мелкомягкие вернули кнопку «Пуск», поменяли размер плиток и добавили новые варианты фона и цвета. А хотите, я его стукну? Он станет фиолетовый в кратинку. Переработано меню приложения. И сами приложения теперь можно использовать в большем количестве, до 4 штук на одном экране. Теперь проще гуглить и искать что-то на компе при помощи сервиса Bing Smart Search. Жмякнули по экрану или начали набирать текст, и поиск пошел. Кроме того, немного переработали Windows Store, SkyDrive и, конечно, обожаемый интернет-эксплорер. Ближайшим интересным игровым событием станет уже помянутый BlizzCon 2013. Blizzard как раз на прошлой неделе опубликовала его подробное расписание. Сразу после церемонии открытия 8 ноября на нашу голову обрушат ключевое событие, которое называется World of Warcraft What's Next. Действительно, чего ждать? Нового дополнения или, может быть, перехода на фри-то-плей? Кроме того, покажут долгожданные фильмы по игре, подробности о Diablo 3 Reaper of Souls и Hearthstone. И не только это, конечно. Следите за нашими новостями, мы обязательно обо всем расскажем. Из интересных видео этой недели, во-первых, два свежих ролика от Crytek. Оба посвящены завлекательному Xbox One эксклюзиву Rise Son of Rome. Сюжетный трейлер и легенда о римском Центурионе Дамокли. И еще одно действительно интересное видео, правда не трейлер и не даже фан-фикшн. Это видео о филигранной работе кузнеца, творящего под именем Man at Arms. Творит мастер необы что, он воссоздает разные виды оружия из кино, аниме и компьютерных игр. Новое видео посвящено изготовлению оружия из Assassin's Creed 4 Black Flag. Из свежих обзоров у нас есть рассказ о новой Формуле 1 2013 года и внезапно покемоны на 3DS. На этом я прощаюсь с вами, до следующей недели. Подписывайтесь на наш канал, смотрите наши видео и самое главное, играйте с удовольствием. Пока-пока. Поэтому если вы в игре увидите человека, который вдруг начал кружить на месте, ехать за дом в бою, вы его расстреливаете, а он совершает непонятную эволюцию, то в общем единственное, что вы можете сделать, это пожалеть ему и посочувствовать. Потому что у него в этот момент зафриделся танк и какие кренделя он при этом в этот момент выполняет непредсказуемо. Печалька. Печалька. Что еще интересного про тест расскажешь? Как тебе вообще вот эта система Киберспорт 1.0?